Всем привет! Недавно я сгорела с идеей снять видео про то, как я крашусь. Я не профессионал, сразу скажу. Просто мне очень нравится смотреть в интернете, как кто-то красится, как кто-то разговаривает, пока красится, и я решила заснять такое же видео. Надеюсь, вам понравится. Краситься буду без очков. Совсем забыла, чтобы волосы не мешались. Хочу накраситься как... Я не знаю, модно ли это сейчас, но мне очень нравится этот стиль офисной сирены, и я попытаюсь накраситься похоже, но немного в своем стиле, потому что некоторые детали макияжа я уберу или наоборот добавлю. Чтобы мне так было комфортнее. Базу я нанесла уже, то есть это крем, тоник, база под макияж. Теперь буду наносить тон. Не люблю смачивать водой, ведите блендер, поэтому фиксатор для макияжа. Совсем недавно купила такой тон. Раньше тон не признавала. Мне не нравилось ходить с тональниками, даже с консервами... Ой, он течет. Такая жара, что тональник вытекает из баночки. Не признавала я раньше тональники. Мне не нравилось, как они смотрятся на мне. Консилеры я очень редко наносила. Только сейчас, когда я хоть немного вылечила кожу... Ну, не сказать, что прям до конца, постактно все еще очень много. Но это очень большой результат, потому что я очень долго страдала постоянными высыпаниями, очень болючими. которые приносили мне очень большой дискомфорт. Сейчас же мне очень комфортно с моей кожей, мне ничего не тревожит. Ну, были парочку очень болезненных подкожников, которые уже почти прошли. Так прикольно тыкать по лицу. Тон у меня 35-й, если что. Отклюк связаешь очень... В тот день, когда я хотела купить тональники, я около часа стояла в золотом яблоке и выбирала. Потому что я видела очень много хороших отзывов на и Love Generation от Stellar, хорошие тона. Но решила взять этот. Он мне... Слава, покинули чат. Он понравился мне больше всего. Когда я его носила на руку, я еще потом ходила просто, смотрела, какой у них финиши, какие финиши мне нравятся больше. Я не люблю наглухоматывая. Периодически смотрюсь в зеркало, потому что неудобно на камере немножко. Я параллельно, пока буду краситься, буду говорить такими... Чем я пользуюсь, пока крашусь. И... Наверное, расскажу про себя. Что я вообще из себя представляю. Меня зовут... Вика. Виктория Сергеевна, как мне больше нравится. Это мое альтер-эго. Мне 19. Я удаляю. Я знаю, кому-то это иногда важно. Я удаляю. Учусь на третьем курсе. Закончила третий курс. Я считаю это своим личным достижением, потому что... Зная себя, я бы не пережила третий курс. Консилер к консилеру. Вот такой вот мне от Essence. А где тон? Не скажу вам. Видимо. Десятый. У меня раньше был от... От L'Oreal, если я не ошибаюсь. Он был неплохим, но он закончился у меня. И просрочился, поэтому... Пришлось его выкинуть. И заказать новый. Так вот, учусь я на третьем курсе. Отучилась. Перехожу в четвертый. Финишная прямая, так сказать. Учусь на художника-мастера-преподавателя. Кому будет интересно посмотреть мои работы. Всех приглашаю в телеграм-канал. Там много довольно-таки моих работ. Не только по учебе. В принципе, моих работ. Учусь... Не скажу где. Это... Коммерциальная информация. Вам не надо одни из нас. Обязательно. У меня есть гешталь, который я очень хочу закрыть, когда выпущусь из этого учебного заведения. Это... Написать отзыв на это учебное заведение и высказать всё, что я о нём думаю. Потому что я считаю это важно. Это... Надо высказаться о своём мнении. По поводу этого учебного заведения. Ну... Мне там... 50 на 50, на самом деле. Не так плохо, как могло бы быть. Носители... Румяна. И какого цвета. Плетка с талика. Очень классная. Я очень давно её пользуюсь уже. Мне она очень нравится. Я не знаю, сколько уже ей лет. Ей очень много лет. Кого-то интересует... Точно не меня. Чуть не уронила зеркало. Вот. Ещё мне очень нравится играть в компьютерные игры. В хорроры. Это моя личная обдушина. Вы не представляете, как классно после долгого учебного дня прийти и пострелять каких-то зомбаков. Так хочу, на самом деле, записать какие-нибудь летсплеи, стримы с прохождением. Потому что мне очень нравится. Я периодически такое записываю подругам. Им тоже это нравится. Поэтому думаю, как-нибудь я на это решусь. Так, ну... Я сделала тон. Немного нанесла румян. Думаю, стоит ещё немножко. Потому что их на камере практически не видно. Ну, я и не привыкла к кому-то очень яркому и прям прорабатывать макияж лица. Потому что мой обычный макияж это замазать консилером синенький под глазами, сделать какой-то макияж глаз, накрасить губы, там расчесать брови, накрасить ресницы и всё. Раньше тональники я не носила. Сейчас я ещё и использую тон и немного скульптурирую лицо. Но обычно это нос. Потому что у меня объёмная прическа, она скрывает скулы, и их практически даже не видно. Тяжело, однако, найти клетку, которая тебе нужна, без очков. У меня не сильно прям большой минус. Я знаю, что есть ещё много людей, у которых он ещё сильнее, но всё равно проблематично. Я вот думаю, мне наносить серый или всё-таки взять. Я думаю, возьму из палетки Стеллари. Вот этот вот, какие-нибудь вот из этих цветов. Какие яркие по сравнению с прошлой. Вот эта палетка неплохая, но я брала её больше из-за блестяшек, из-за того, что мне нужно было набрать на какую-то стоимость на Джуми. На Джуми, потому что там был промокод на определённую скидку, на определённый ценник. Ну, неплохо, но мы ещё будем её сегодня использовать. Что-то хоть меняется. Так ещё не как будто камера съедает всё просто. Мне всегда нравится делать акцент на глазах и на губах. Ну, как я уже сказала, я не очень люблю прорабатывать лицо. Что-то меня отталкивает в этом. Мне не нравится это всё носить тело, там сначала бейкинг делать, скулы, бронзер, хайлайтер. Это вот я расскажу, в чём фишка моего макияжа обычного. Что я очень люблю использовать в макияжах. Так, ну нос я чуть-чуть так... Я думаю, нормально. Красили мне брови. Тяжело очень найти в косметичке маленький карандашик для бровей. Не будем копаться. Нет, нашла. Лежала вверху. Вот вообще не скажу, что это за бренд. Я даже не вижу, камера фокусируется, не фокусируется. Сейчас. Профессионал косметик пенсил. Брови я тоже не крашу. Я их только иногда укладываю. Сегодня укладывать не буду. Хм, пятно поставила. Брови у меня светлые. Я их не осветляю и не крашу. Только выщипываю. Потому что мои брови самодостаточны. Я считаю, им больше ничего в этой жизни не нужно. Только выщипываю. Зато у меня мама очень сильно хочет, чтобы я сделала татуаж бровей. Немного не понимаю таких людей. Которые делают татуаж бровей, там, стрелки. Что еще делают? Губы. Татуажек губ. Я не хейтер, но я-то на себе такое не сделала. Уж извините, такое у меня не привлекает. Ну, я думаю, нормально. Конечно, не сильно похоже на офисную бакашу сирену. Ну, ладно. Кисточка, кисточка. Кисточка пропала. Все. Работаем все. Нет. Кисточка нашилась. Мне просто очень классная кисточка. По-моему, я заказываю, не знаю, рублей за 50 в Казан Экспресс. Потому что мне нужна была именно пушистая кисточка для макияжа. Потому что во всех наборах, которые я покупала кисточки, у меня столько сейчас валяется кисточек. Пользуюсь я, ну, штук пять, может быть, и то не всеми всегда. Но вот, вот такие кисточки я очень люблю. Такая вот одна и на всю жизнь. Попробую нести белые тени. Что крашу, что не крашу. Камера просто такая вредина. Ничего вам не покажут. Сейчас я в зеркало. Нет, ну, в жизни хоть что-то наносится. В одно место эти белые тени сделаем уже внесем цвет. Вот эти серые тени я их сейчас добавляю в уголок. и немножко под глаз. Сейчас возьму поменьше кисточку и сделаю что-то типа небольших стрелок. Я не люблю рисовать стрелки. Я пыталась и у меня вроде получалось это, но на постоянку их делать это как-то... Вот. Я покажу одну вещь, что мне очень нравится. Ну, вот черный в этих тенях пигментированный. Короче, сделать черный. Я уже даже на руки намазала. Пыталась немного стрихнуть. Короче, пытаемся растушевать это все месиво. Я возьму вот этих вещей поближе. То, что пока я крашусь в камеру, то ощущение, как будто я крашусь слепую. Ну, классно на самом деле тренд на макияж краситься слепой. Особенно легко будет людям, у которых плохое зрение. Краситься в линзах это не трушно. Вы не понимаете. Нужно? Нужно. Просто краситься без очков. Ну, кстати, из-за того, что я в очках, мне очень подходит этот тренд с сиреной. Мне даже не нужны очки, они у меня всегда есть. Поняли смысл? Господи, пытаюсь растушевать как-нибудь это безобразие. На камере видно, как это большое пятно, просто пятнина на полуглаза. Господи, как застревают эти тени. Надо было брать палетку с Тейлори и не мучиться. Ну, эта палетка с жумом у меня же существует, я же должна их хоть когда-нибудь попользоваться. Давно говно оставляем. Я хочу немного взять светлые тени и подмазать свои синяки под глазами, потому что они прям они прям очень большие на камере. Это невозможно с этим жить. Они в жизни не такие, где палетка. 18 минут ищем палетку. У меня есть в этой палетке очень светлый оттенок, я им периодически замазываю, потому что прям вот лучше становится. Ну, прям намного лучше. И чуть-чуть подправляю как консилером кое-где, где у меня стоят очень большие пятна. Подтушу уже немножко. Ну, снизу, потому что сверху все равно я буду наносить. Сейчас. Вот, я покажу одну палетку, это просто сокровище, вот честно. я так на нее молюсь. Просто я не знаю, кто это создал. И это создали боги просто. Когда появилась эта палетка у меня, я не могу. Это просто прекрасно, что-то на прекрасном. но сначала нужно сделать подложку из синих немножко. Сделаю немного голубоватую подложку, я хочу сделать уклон в синий. Какой из этих говнестых синих нанести? Тоже какая-то дешманская палетка, только брала из-за того, что здесь очень много ярких цветов. Господи. Все, всем видно. Тоже вот так вот выглядит рука, пока я крашусь. Салфетки специально подготовила, потому что я знаю, что все засуру. Все засуру. Вот такая я молодец. Другую кисточку возьму. Нормальную. есть, не сильно. Но мне нужно просто чуть-чуть, чтобы было цвета. Вот. Все. Есть. теперь самое мое любимое. Это блестючки. У меня очень много блесток. Не прям много, но я очень люблю их использовать. Хотела показать вам пудру. Пудру я вам не покажу. Вот. До вот этой палетки у меня была очень любимая достаю из ящика. У нее даже стерся. Вот такая вот прелесть. Знаете, стоило мне рублей сто в магазине детском. Если я найду, я прикреплю фотографию и вроде на лаврите можно сказать рублей за триста наверное. Я не знаю какие сейчас ценники на нее, но вот она у меня уже сколько. Вот она до сих пор у нежива. Это хайлайтер или блестки для лица я не помню. это не блестки это мелкий шиммер. Как много нанесла. Он прям серебряный. Он прям не для всех. Не все такое любят. Я знаю, что он прям ярковат для кого-то. Ну вот такой вот он. Красивенький. Даже добавлю может чуть-чуть. Сюда бы он кстати очень хорошо подошел. Но я хочу использовать альтерей посильнее. Утираем остатки с рук. не та салфетка. Барабан. Думаю вот такие вот синенькие. Вот это просто свеченье. Это что-то невозможно. можно. Я такое очень люблю. Видите как оно сияет. Я так пищала когда их получила. Я их так хотела. Я увидела их в мобиль косметике. Я очень их захотела. Но они стоили что рублей 800 тогда. Я такая пошла искать на Marketplace потому что я уже пощупала я потрогала тестеры. И я поняла что она мне нужна. А я жмот. Если уж говорить по-честному то я жмот. Я жматяра. И если есть возможность купить эту вещь дешевле я ее куплю. Я ее купила. Конечно я немного разочаровалась. Что со светом? По-моему ноут сменяется. Нет. Хватит. Я ее заказала в Яндекс Нет не в Яндекс Маркете в Мега Маркете я ее заказала. Я ее дождала. Я ее так ждала. Мне ее должны были курьером привезти. Господи. Я еще такая блин почему курьером я что не могу сама два шага дойти до пункта выдачи. Они такие нет товар неподъемный. Я такая конечно одна палеточка и что-то там еще вообще неподъемный никогда в жизни не донесу. Думаю ну ладно. Ладно. Если вы хотите курьер пожалуйста. Я хотела золотом яблоке на самом деле заказать курьером. Там посылка была небольшая. Просто мне хотелось почувствовать вы знаете лакшери вайб что типа я выхожу курьером я даю посылку приезжаю к общеричи в каком-то заморожном такой да это мне это просто невероятно оно так я его везде использую я когда использую тени эти блестки я не знаю как их назвать я использую их везде на нос на верхнюю на губу сюда я не использую обычно потому что мне не нравится свет конечно мигает вообще класс еще мне нравится ставить небольшие точечки под вот так вот здесь вот видно чуть-чуть сюда наш кордос вообще можно было просто ничего не носить только эти тени я обычно так и делаю всегда ношу вот так вот набираю на палец раз раз губы и пошел потому что эти тени такие самодостаточные это просто ну посмотрите верните свет свет будет сегодня в чате или нет ну просто просто космос так вот про курьера он мне привез я начинаю распаковывать и я так расстроюсь потому что вы вот красненькая блестючка она пришла разбитой я написала в поддержку в отзывах что тени вот конфетка но пришли побитые блять это неприятно ну в итоге я их там утрамбовала с персиком этот и все шахардастные тени остались при мне на отзыв мне так ничего не ответили спасибо за обслуживание конечно так ну для по глазам у нас все кроме туши тушь у меня тоже моя находка личная потому что сколько туши я не использую мама которая приносила там от фаберлейков от литуалей всякие их я пробовала я пробовала от стеллари тоже много тушей еще какие-то я покупала то есть ну я пробовала много но вот это это просто это просто нечто это инфлюенс я не могу повернуть к вам вот инфлюенс господи она прекрасна она прекрасна она не осыпается у нее вот такусенькая щеточка вот такая вот не всю жизнь щеточка нужна они вот эти вот огромные на которых скапливается куча продукта на которые эти катышки которые ты просто сидишь ты дольше катышки убираешь с ресниц чем красишь их и это прям неприятно а вот это это просто что-то с чем-то но я все равно умудряюсь иногда загадить макияж там тыкнуть тушью или начать как-нибудь глаза закрывать пока крашу и все оно отпечатывается но это уже не вина туши извините у меня совсем не так было просто это стало менее проблематично но периодически все равно у меня в принципе сами по себе ресницы довольно-таки длинные то есть мне прям 5D увеличений не нужно нужно чисто их подкрасить вот самые идеальные ресницы это когда они намочены просто водой я смотрю на себя когда я умоюсь я просто богиня думаю накрашу все-таки нижние вот так чуть-чуть подкрашу просто конечно не очень сильно похоже на офисную сирену потому что я тут очень много добавляла отсебятины но я просто я не могла добавить эти вне блестки это вот сам и говорю моя главная фишка в моих макияжах это блестки и губы потому что когда появился тренд и в принципе начали красить что там сначала например контуры делали у губ а потом носили светлее или такой же оттенок как карандаш помаду мне это не нравится к сожалению я опять же я не хейтер такого способа на многих девушек так очень красиво смотрится но я такое не люблю мне нравится очень эффект зацелованных губ поэтому будем сейчас такое делать я не знаю что я буду сейчас использовать потому что потому что да арсенал у меня большой что из этого подойдет но я думаю я возьму тинт люкс визаж возможно сверху еще пройдусь блеском от ромент господи он такой классный он такой красивый я просто не могла устоять я когда увидела что он продается на мегамаркете да еще и похороше такое ценение я такая нет я его беру вот сколько бы он ни стоил я его беру я не прогадала он очень классный думаю пока что на этом остановимся я конечно заранее не увлажнила губы ну и сейчас я думаю что в принципе нормально сначала успугалась что он мне с тинтома я просто сняла заглушку потому что он не заканчивается 0,5 оттенок зачем это вам я не знаю возможно вам понравится и вы что-то захотите себе или у вас уже такое есть если есть то огромный респект особенно если у вас есть эти тени это и мне нету слов и кстати после прокола губы мне стало немного проблематично красить губы это прям но я не жалею потому что господи он так классно смотрится я даже теперь хочу чтобы были симметричны но я пока что думаю над этим потому что стоят не так уж и бюджетно да и я пока не созрела я с этим-то только срослась пляшивая но мы все равно потом сотрем все теперь можем подождать у меня кстати еще есть такая смайл мне очень нравится я раньше носила накрутки именно шариком а сейчас у меня пики треугольники я не знаю как они правильно называются и она так классно выглядит как вот такие клычки как у вампира вот у меня еще были проколы то есть у меня вот здесь вот два прокола здесь у меня был один прокол от пистолетом он не прижился потом у меня еще вот здесь вот был третий он тоже не прижился потому что эти два были новые проколы этот еще не дозажил этот сделали и они друг другу мешали поэтому я рискнула одним из двух и еще у меня вот здесь здесь на этом ухе или не на этом секунду вот здесь вот у меня был прокол от хрящ к сожалению я такая лохушка потеряла украшение я умылась дома не в общежитии потому что все накрутки у меня остались в общежитии и здесь я просто потеряла накрутку она у меня упала украшение тоже потерялось украшение я в итоге нашла а накрутки нет и в итоге оно срослось потому что хрящи очень долго заживают поэтому вот так вот уши у меня очень капризные Поэтому живём, к сожалению, без хряща Но это так красиво, господи И до сих пор мечтаю о нём Вот такие вот они остались Вышла за контур, в итоге сейчас стёрла весь хайлайтер, который нанесла И тон тоже Бывают и такие вот небольшие косяки Вот такие хорошие губки И блеск Я не люблю наглухоматовые Я обычно сверху добавляю или гейничку прозрачную просто Чтобы губы ещё и питались Вот, или какой-то блеск Или мне очень нравятся в последнее время тающие бальзамы У меня есть такой вот от BeCour Он шёл в комплекте вместе с этой косметичкой И базой под макияж И ещё-ещё у меня есть Мне кажется... А нет, ничего Штупал Тоже от Influencer, да? Да Какой оттенок А я и не скажу Не скажу Но очень красиво, мне нравится По-моему, самый популярный, который был Они бы сейчас тоже сюда идеально подошли Но я, наверное, хочу Тинт Тентромент сюда использовать Или не хочу Нет, он очень яркий Я думаю, он будет чуть такой Но... Нет Всё-таки он сюда не подойдёт Тогда тающий бальзам от Influencer Вот, кстати, он Очень хорошо мне именно с этим тинтом Потому что, когда я стираю и добавляю его Он прям такой же по оттенку Прям вот Я думаю, может быть, ещё и B-Cover Он, кстати, чуть потемнее Не похоже Но разное Но похоже И как будто больше сюда подходит Ну, вот этот вот Потому что вот он К этому тинту Он просто как Ну, просто идеально Жарно, не люблю наносить Мне очень нравится Пальчиками растушевывать В края Чтобы было не так интенсивнее И чтобы было Красивее Красота? Мне кажется, сейчас у меня волосы в таком состоянии застынут У Чичи Самое главное Я надеюсь, что вам понравилось это видео Пока я тут то болтала, то молчала Я буду рада, если вы посмотрите также Другие мои видео Шортсы И другие социальные сети Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok